Очень благодарен Богу за возможность делиться откровением. С моей стороны это неожиданно, что я сегодня буду делиться, но я верю, что это от Бога. И нормально слышно, да? Я хочу начать, конечно, с молитвы, но прежде всего хочу сказать вам, что на прошлом служении я получил продолжение такого откровения своего, которым сразу захотелось поделиться. Но знаете, как бывает, сразу вдохновение придет, а потом приходит страх, и ты начинаешь бороться. Я Геннадию сказал, что есть слово, и потом я начал готовиться, и уже такая неуверенность поделилась. Но в процессе я получил подтверждение. И хочу сказать, что все свои откровения, которыми я делюсь, я сразу две вещи смотрю. Это первое, чтобы оно соответствовало Слову Божию, Писанию. То есть я сверяю его, если это откровение. Иногда бывает, что разное приходит в голову. Придет такое, ты смотришь в слове, и не соответствует. Значит, ерунда какая-то. И второе, я всегда смотрю, чтобы оно было применимо к жизни. Для меня это важно. Чтобы это не просто было так. Ну, бывает просто интересная мысль, классная, но я ее не передаю, никогда не транслирую. А вот если это мы можем применить, если это то, чем мы можем жить, знаете, чтобы это Слово стало плотью, и оно стало нашим действием, вот это всегда меня вдохновляет. И тогда я знаю, что нельзя удерживать такое, более того. То есть если оно приходит, и ты чувствуешь, что это не для тебя только, но для окружающих, для тела Христова, нужно делиться. Так что вдохновляю, кто будет получать откровения, может быть, будет какие-то приходить, что-то, понимание чего-то, что соответствует Слову Божьему. И это обязательно нужно применить, поделиться, чтобы применили. Подходите к пастырю, то есть спрашивайте, можно ли, да, поделюсь. Вот. И я прошу Господа сейчас, чтобы Он дал мне возможность поделиться тем, что Он вложил в мое сердце, то, что Он приготовил для тела Христова. Я прошу Тебя, Святой Дух, чтобы говорил Ты сегодня на этом месте через меня. Я полностью подчиняю себя Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты есть лоза, мы ветви, Господь, на этом месте. Мы Твоя ветви, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам возможность сейчас соединиться в одном Духе и принимать от Тебя то, что Ты говоришь в Церкви, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мое откровение основывается на одном местописании, это Иоанна 15, 1-8. И я назвал проповедь так, что Христос – это лоза, а мы Его ветви, приносящие плод. И в Иоанна 15, 1-8 мы прочитаем, что говорил Христос ученикам. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня вы не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Я когда начал, когда я на прошлом служении пережил это откровение, оно, знаете, не новое, так и продолжение того пути, через который ведет Господь, я начал изучать это, и мне стало интересно, как, что такое лоза, что такое ветвь, что такое плод, и я начал это изучать. И я знаю, что Господь, Он творец всего, и Он, когда Он творил землю, растения, Он знал уже, что однажды, Он творил виноград, Он знал, что однажды Ему понадобится этот образ виноградной лозы для того, чтобы нам объяснить больше о себе и о нас тоже. И поэтому то, что заложено уже в творение, через это мы познаем Творца. И вот что такое лоза. Это я брал информацию просто из Википедии, но там достаточно нормальная, простая информация, которой мы можем доверять. Итак, лоза виноградная – это стебель, стебель, это ось. Стебель, что такое? Это удлиненный побег высших растений, служащий механической осью, также выполняющий функцию, проводящей опорной базы для листьев, почек, цветков. При помощи отростков, усиков лоза обивает растения и другие опоры, что позволяет ей осуществить основную функцию. Это поддержка всего растения и осуществление его дальнейшего роста. Она также служит для размножения, вегетативного размножения. Это когда она отпочковывает от себя и получается новая лоза и новое растение. И основная функция – это ось, это основание. Эта лоза обвивает специальные ограды, допустим, или на дом цепляется с помощью усов. И она закрепляется и уже дает возможность, будучи основанием, чтобы из нее произрастали ветви, которые приносят плод. Это интересно. Мне, допустим, это интересно, что мне больше становится понятно о Христе, что Христос является основанием. Христос оплетает всю нашу жизнь, укрепляется в ней и дает нам возможность продвигаться дальше. Что такое ветви? Ветвь или ветка? Изначально это отросток дерева, растения, имеющий продолговатую форму и обычно покрытый листьями или цветами. На лесозаготовках ветвями называются неодревесневшие или частично одревесневшие побеги дерева. В отличие от сучьев, полностью одревесневших побегов. Это будет тяжело переяснено. Болгарский сразу говорю. Но, что важно, сейчас еще, неодревесневшие, что имеется в виду? Ветвь, которая гибкая, которая довольно-таки, не которая превратилась в сук и одервенела, ее уже нельзя согнуть, а если согнешь, сломаешь. Вот такие ветви. Кто эти ветви? Это мы. Мы должны оставаться гибкими. Нам нельзя деревенеть. Нам нельзя в сучье превращаться. В переносном смысле часто, ну это нормальное слово в сучье, в переносном смысле часто используется также обозначение какого-либо варианта компьютерной программы. Знаете, как в ветвь. Компьютерная программа и отделяется ветвь от нее. Или термин используется в других науках, там, астрономии и так далее. Что интересно, о ветвях немного написано, немного сказано вообще. В принципе-то что о них скажешь? Ну ветви, да. Если там о лозе можно порассуждать, там, да, можно что-то многое там узнать о ней. То есть это такое основание. Ну и ветви. Дальше идет цветы. Я цветы, если честно, не брал сегодня в рассмотрение. Я брал плод сразу. Потому что, ну, цветы-то девушки, а я мужчина, для меня важен плод. Возьмем плод. Плод это очень интересно, сразу скажу. Да, если о ветвях особо не скажу, то плод прямо для меня явилось откровением, открытием. Итак, плод это орган размножения растений, конечный этап развития цветка, который служит для формирования, защиты и распространения заключенных в нем семян. То есть плод, он служит для формирования, защиты на какое-то время и потом распространения заключенных в нем семян. Также многие плоды это ценные продукты питания, сырье для получения лекарственных красящих веществ. То есть сам по себе плод, он приятный, ему можно наслаждаться, питаться. Но основная функция, как оказалось, да, если честно, для меня это новость. Я как-то не соединял это семя и плод в одно. Но как основная функция плода, это служить для формирования, защиты и дальнейшего распространения. Возьмем Писание, что говорит о плодах, о плодах Духа, то, что нас интересует во Христе Иисусе. Галатам 5, 22, 23. Плод же Духа, мы все знаем это местописание, многие знают его наизусть. Плод же Духа это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. Девять плодов, я знаю, это на таковых нет закона, говорит Слово Божие. Это плод, да, вот теперь представим плод, который служит для формирования, защиты и распространения семени. Какой плод мы в ветви можем принести, или мы как ветвь, церковь, мы можем принести в этот мир, когда лоза, Христос, когда мы уже на лозе, мы приняли Дух Святой через познание Иисуса Христа. И Дух Святой родил нас выше, и мы начали как продолговатые формы ветви расти, на нас появились цветы, мы стали благоухать, и мы хотим принести плод. Так вот, этот плод, который мы можем принести, это именно любовь, это именно радость, это именно мир, который мы создаем, это именно долготерпение наше, это благость наша, это наша доброта, да, это наше милосердие, это плод, это наша вера, это наша кротость и воздержание. И наш плод, он содержит в себе для размножения семени. Я приведу один очень свежий пример, почему я сегодня успокоился, когда я волновался, что мне нужно поделиться этим. Сегодня за обедом, когда мы сели обедать перед служением с семьей, Богдан, он очень открытый к Богу, к поклонению, да, многие видят, он поклоняется уже искренне, я прямо иногда стою, умиляюсь, да, ему почти семь лет, но он, я вижу, что он уходит уже, он принимает Дух Святой и поклоняется искренне Богу, он также молится искренне, все, они-то чуть-чуть другая, она девочка, и она чуть-чуть по-другому себя ведет. Но в последнее время, когда я вот стал понимать об этом, о том, что моя задача, лично моя задача распространять вокруг себя любовь, распространять эту радость, приносить этот мир, эту благость, я вижу, в нашем доме стала формироваться другая атмосфера, и слава Богу за мою жену, которая давно распространяет это все, я чуть-чуть позже плоды приношу, но я вижу, что когда мы вместе это делаем, да, и мы объясняем Аните, я знаю, что супруга моя и я, мы объясняли ей, как важно Богу молиться, и что Бог Он слышит, и что если мы просто там бу-бу-бу-бу-бу за столом, это одно, а если мы искренне прочитали молитву, то Бог услышит, Он ответит, и вот сегодня мы за столом собрались, а мы начали кушать, Анита подошла позже, мы уже помолились, и они-то села, они обычно читают две молитвы, или Отче наш, который подлиннее, или который покороче, это благословен Господь, дающий пищу, мы их научили, это простая молитва, в которой сказано, что, ну, Бог Он дал нам пищу, Он благословен, и вот она садится и такая, благословен Господь, потом остановилась такая, и начала сама, то есть мы уже кушаем, а она сама начала, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, я смотрю, он нас таким благовением перед Богом, прочитала всю эту молитву и начала кушать, и я понимаю, что вот эта любовь, которая в нашем доме, это, то есть все эти плоды, которые мы стараемся, которые мы создаем в этом доме, они позволили эту семеню упасть в ее сердце и прорастать, да, это вера, которую она видит в нас, таких примеров в жизни мы наблюдаем много, слава Богу, и я приведу еще один пример, они могут происходить просто в повседневной жизни, однажды, я уже рассказывал этот пример, но я не зря сегодня его опять приведу, однажды я в обед вышел попить кофе в одно кафе, и кафе довольно-таки проходное такое, где собираются разные личности, то есть и всякие, то есть и порядочные, и не очень порядочные, и даже собираются местные там, те, которые выпивают люди, и однажды я попил кофе, и иду, и сидит парень с красным лицом, я понимаю, он в проблеме, в зависимости, и я подошел к нему, подошел только по одной простой причине, я почувствовал любовь к нему, честно, я почувствовал, что он в проблеме, я вижу, что парень погибает, я когда-то был такой же, я подумал, что из любви мне нужно рассказать ему об Иисусе, знаете, мне нужно отпочковать от себя это семя, да, из этого плода нужно закинуть у него это семя веры, я рассказал ему свою историю, я предложил ему обратиться к Богу, мы сделали это, через какое-то время, через три недели, по-моему, я встретил его в том же кафе, он также пил пиво, я пригласил его на встречу, он пришел на наш ужин, и через полгода совершенно изменился человек, это он был бывший спортсмен, у него вернулась осанка, он бросил пить, его оставила эпилепсия, которая мучила его много лет, оставила его после одного единственного обращения к Богу, он написал на нашем ужине записку, мы пишем обращение к Богу, и он написал, я хочу бросить пить, я хочу, чтобы у меня была работа, и я хочу, чтобы стать здоровым, и на следующей неделе у него была работа, из-за этого он бросил пить, потому что ему сказали, бросай пить и переходи на работу, и с того момента прекратилась эпилепсия, Это было удивительно и сверхъестественно для нас, для всех. Этот парень прямо так... Я верю, он приедет сюда, вы его увидите. И вы знаете, через некоторое время, через некоторое время, может быть, через полтора года, он потихоньку-потихоньку начал скатываться обратно. И он вернулся, к сожалению, вернулся на старое. Он опять начал выпивать. У него начались конфликты с людьми, он начал выпивать. У него вернулась эпилепсия. Он потерял работу. Он чуть не потерял жилье свое последнее. Ну, в общем, началось. Но такие примеры у меня есть в жизни еще. У меня есть близкий человек, который, не буду говорить кто, который после меня, прямо там через полгода, он принял Христа и тоже сразу был рожден свыше. Он принял Святой Дух. Он так изменился. Просто было восхищение для всех вокруг. И через полгода, год он опять упал. И вы знаете, до сих пор, к сожалению, он лежит в грязи, в грехе. И вот эти все вопросы, они сложные для нас порой бывают. Ведь мы же создали для них, мы же этот плод принесли, мы поселили в них это семя. Но почему? И есть, я хочу привести еще одно местописание. Это Луки 8, 27, 35. Довольно-таки длинное, но я хочу, чтобы мы прочитали его. Когда Христос сошел на берег с учениками, и навстречу вышел одержимый, который много лет был бесами одержимым. И что произошло? Когда же он, Христос, вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня, ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им пойти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им, бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. Послушайте, много лет человек бесовался, много лет он разрывал там цепи, ну, все его боялись, да, но вышел Иисус на берег. Перед этим вы можете почитать потом, что было, да, было особенное там... То есть он вышел в силе, он вышел в Духе Святом. И перед Христом, сколько бы ты лет не бесновался, но если пришел Иисус в твою жизнь, то оковы пали. И потом он, этот человек, сидел у ног Иисуса, и он просился его в параллельных писаниях, он просился у него, чтобы с ним дальше пойти. Но Иисус сказал, пойди домой и расскажи, что сделал Бог в твоей жизни. И я когда со мной происходили, с моими ближними, вот с этим парнем происходили такие вещи, что они рождались свыше, все начало меняться, и они падали обратно, да, ведь это периодически происходит и с нами. Ты начинаешь размышлять, ну как же так? И есть такие сравнения, как есть свиньи, а есть овцы, да, свиньи, если они, вот не зря здесь бесы в свиньи ушли, да, для свиней грязь и вообще вот мерзость – это их среда обитания, и они ищут. То есть если ты их помоешь, они будут искать где-нибудь там, или, ну, грязи наделают и опять там закопаются, да, а овцы, они, для них, естественно, быть в чистоте, да, они такие, ну, чистые, это ягнята. И я порой думаю, ну, вот, наверное, кто-то вот свиньи, а кто-то вот овцы, да. Но что произошло с Пашей, про которого я рассказываю? Он в таком ужасном состоянии все равно приходил к нам периодически на встречи, и мы, скрипя сердцем, принимали его, где-то давали ему границы, говорили так, не приходи в таком состоянии, ты не можешь там влиять, ты, вот, мы любим тебя, да, но тебе нужно изменить. И, знаете, прошло время, и Паша принял решение, его так прижало, что он уехал в революционный центр, и сейчас вот он приезжает уже через, прошло полгода, он снова восстановился, он позвонил мне на днях, извинился за те вещи, которые он неправильно делал, и говорил, Андрей, спасибо тебе, что когда-то ты мне, мне сказал одну вещь, ты мне сказал об Иисусе. Вот это спасибо тебе большое. И сегодня я верю, что этот человек, он восстановится. Я верю, что тот плод, та любовь, та вера, которая была в окружении нашем, то, что он видел, и то семя, которое в него посеяно, оно принесет ему спасение. Этот человек восстановится. И вот этот бесноватый он восстановился. И тот близкий, который, я верю, что сегодня лежит в этой грязи, я верю, что тоже он придет в свое время, и я верю, что он не останется свиньей, да, он выйдет из этого. Я верю, я это просто верю. И что еще одно хочу местописание, чтобы мы в контексте этой мысли, Матфея 12, 33. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Мы ветви, или мы ветви, вернемся к этому мысли, да, Иисус лоза, мы ветви, или мы церковь, это ветвь, которая принесла плод. И я вам скажу, что, друзья, либо мы признаем, что мы, что Христос – это хорошая лоза, хорошее дерево, а мы его ветви, и она приносит хороший плод, поверим в это, начнем трудиться в этом, начнем созидать это, как то, что сегодня говорил Геннадий в самом начале, начнем говорить хорошие слова, продолжим создавать атмосферу любви. Не начнем, а продолжим, я лучше скажу, продолжим создавать хорошую атмосферу вокруг нас, продолжим верить, продолжим проявлять кротость друг к другу, продолжим милосердие проявлять к тем людям, которые нуждаются, да, продолжим радоваться, продолжим в мире оставаться в постоянном, да. Если мы продолжим все это, все эти плоды, которые мы продолжим создавать и приносить Богу, Но утверждая и веруя в то, что мы, признавая даже более того, вот по Писанию говоря, что мы хорошее дерево, что мы на хорошей лозе, что мы хорошие ветви, а значит мы приносим хорошие плоды, потому что дьявол он лжец, он приходит и лжет, он говорит, вы тут посеяли в этого паша, а он упал и опять в грязи, да. Вот ты ему рассказал и посмотри, где он. Слушайте, этот бесноватый сидел там неизвестно сколько лет, да. Да на нем уже, не то что крест поставили, вообще думали, ну что это все там, да это бес, да это вообще там, да что он там делал и творил. Но пришел однажды Христос и все изменилось. Однажды пришел Христос в нашу жизнь и все изменилось. Это нужно поверить, это нужно, знаете, изнутри, из себя родить этот плод Духа Святого. Просто достать из себя эту любовь, просто достать эту радость, просто каждый день созидать. Знаете, это труд. Царство Божие усилием и терпением берется. Да, и просто доставать из себя этот мир. Хочется по-другому. В Писании написано, как может быть по-другому. Марка 7, 21-23. Иисус сказал, я прочитаю в новом переводе, не будет на экране, потому что в новом переводе, современный перевод очень хорошо отображает, более понятно, потому что изнутри, из сердца человека исходят злые мысли. Разврат оттуда исходит, воровство, убийство, супружеская неверность, жадность, злоба, коварство, распутство, зависть, клевета, надменность и безрассудство. Все это зло исходит изнутри. И именно оно оскверняет человека. Это Христос говорил, когда фарисеи упрекали его учеников, что они не умывают руки. Но он сказал, послушайте, не едой искверняется человека, не тем, что грязное принимает, да даже заболеваем мы не от этого, а от того, что изнутри исходит у нас. Если мы не на лозе, если мы не ветвь, и если мы не приносим плод, мир, любовь, радость, то, о чем мы сегодня говорим, а мы приносим злые мысли, если мы производим разврат, если мы распространяем воровство, супружескую неверность, жадность, злобу, то все это оскверняет нас, портит наш плод, ветвь засыхает, ее отбрасывает, и оно идет в геену огненную. И еще одна важная мысль, которую я хочу сегодня донести до нас, до церкви, я говорю, это все, это для себя в первую очередь, я говорю для каждого здесь, я верю, что это слово от Бога, которое нам необходимо сегодня. Никто за нас не принесет этот плод. Это личная ответственность каждого из нас. Личная моя ответственность, это самое главное, что я осознал на прошлом служении, что никто, кроме меня, не может произвести из сердца моего любовь. Христос уже во мне, Дух Святой уже во мне, я уже на лозе, я в церкви, я в общении, я постоянно, слава Богу, читаю Писание, я молюсь, да, приходят атаки, ты падаешь, но знаешь, ты, как эта овца, упала в грязь, отряхнулась, дальше идешь. Приходит ложь сатаны, который говорит, ты плохое дерево, ты посмотри, что ты производишь вокруг от этого. Нужно противостать. Написано, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Просто встать, у нас недавно была тоже такая ситуация, Богдан начал очень сильно нервничать, нам выходить, эта ситуация иногда циклическая, она повторяется, повторяется, я просто подошел, и не Богдану, а нечистому духу запретил, я говорю, сатана, я запрещаю тебе нечистый дух, ты не будешь сейчас приносить в моем доме это разделение, я приказываю тебе вон, во имя Иисуса Христа, и пошел с верой. Поворачиваюсь, Богдан, спокойствие, оделся, все, побежал, в хорошем настроении, я смотрю, ну работает, ну мир невидимый, он реальнее, чем этот видимый, реальный, видимый мир говорит, что Богдану там сейчас устроит нам, ну я говорю в невидимую веру, во имя Иисуса Диал, вон, ты лжешь, и мы сейчас, сейчас в конце мы будем молиться и провозглашать, что это ветви, на лозе, мы как церковь, мы ветви плодоносящие, мы приходим в хороший плод, мы не приносим плохой плод друг другу, мы будем приносить, как сегодня говорил, вот мы в одном духе, слава Богу, когда Геннадий сегодня начал говорить, я просто думаю, ну слава Богу, еще одно подтверждение, Андрей, не бойся, иди делись, говори, потому что, знаете, иногда ты думаешь, ну что там сейчас ты расскажешь, во-первых, знаете, что самое страшное выйти на сцену и поделиться, тебе же нужно потом соответствовать этому, ребята, это самое, знаете, такое, сейчас зайду на сцену, высвобожу, короче, и потом этим же жить нужно, поэтому, как сказали, да, не все стремитесь становиться учителями, я не учитель, слава Богу, я делюсь откровением, которое основывается на Писании, и которое я буду применять в эту жизнь, и применяю, я верю, что каждый из нас призван применять это откровение, что мы уже налази, мы уже ветви, мы уже приносим плод друг другу, и в этом плод, этот плод содержит, сохраняет семя, которое мы будем распространять и сеять, мы приходим на то место, где мы работаем, и мы приносим любовь, мы приносим мир, мы приносим радость, и люди смотрят, что с вами, и мы сеем семя, мы говорим, это Иисус, Он изменил меня, это моя лоза, благодаря этому я плодоношу, благодаря этому я такой, потому что когда-то я был развратником, когда-то я был пьяницей, когда-то я был сквернослов, когда-то я был вор, когда-то что я только не творил, я говорю за себя, я обижал своих родителей, я обманывал своих ближних, мне нельзя было верить раньше, но семя об Отце Небесном, об Иисусе Христе, оно было посеяно в мое сердце, и оно потихоньку, потихоньку, эта закваска, которая заквасила все тесто, оно полезло, и я стал другим, и оно изменило меня, и сегодня я говорю тебе, это свидетельство, Бог живой, Он изменил меня, Он родил меня свыше, сделал меня новым человеком, я могу сегодня тебе дарить любовь, я могу тебе сегодня дарить радость, я способен, потому что я новый, это Бог во мне, дарит тебе сегодня благодать, и мы будем верить, мы будем провозглашать эти хорошие слова, мы будем благословлять друг друга, мы будем говорить, знаете, еще вспомню, еще одну притчу, которую говорил Иисус, да, о блудном сыне, когда он пришел к отцу, этот младший, и сказал, отдай мне часть моего имения, я сейчас пойду, короче, я сам знаю, как жить, хорошо, сказал отец, он создал эту любовь, он сказал, хорошо, возьми, он ушел, и потом, когда он вспомнил, что он вспомнил, он вспомнил об этом, этот плод, который есть в его доме, он вспомнил об этой любви, он вспомнил, что у него есть папа, и он сказал, я пойду вернусь, упаду к нему в колени, попрошу прощения, и он примет меня, и знаете, и он не ошибся, потому что отец не наказал его, он не проклял его, ничего, да, кстати, проклинается и благословляется тоже плод, как потом я увидел в Писании, да, он не проклял его, а он сказал ему, принесите ему лучшие одежды, оденьте его, оденьте перстень на руку, и устройте пир, этот плод, это любовь, это мир, это радость, это милосердие, да, это вера, вера, это то, что создал отец для этого блудного сына, чтобы он вернулся, и был принят, это то, что мы создаем здесь, в этом доме Божьем, когда к нам приходят люди, и уходят, но здесь, то место, куда они могут вернуться, в дом отца, здесь мы верим, что однажды то семя, которое мы сеем, на своих близких, или где мы, где мы сеем семена, мы верим, что это семя веры, оно однажды принесет плод, да, мы верим в это, давайте мы сейчас в церковь, вместе согласимся, и помолимся, и провозгласим, и высвободим, что мы не будем, как говорит Галатам 5,26, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, и друг другу завидовать, вот этого мы не будем делать, мы не будем тщеславиться, я такой плодоносящий, я столько приношу плода, да не ты, да ничего не стоишь ты, как сказал Павел, я раб всего лишь, который делает то, что мне надо бы наделать, если я проповедую Христа, я делаю только то, что мне надо бы наделать, потому что я уже имею плод, а в нем семя, я обязан высвободить это семя, мы не будем тщеславиться, мы не будем раздражать, друг друга, потому что если кто-то в раздражении, или кто-то в каком-то плохом настроении, мы будем создавать этот плод, окружать его любовью, окружать его миром, окружать его верой. И мы не будем друг другу завидовать. Если кто-то не такой, как я, или кто-то лучше, чем я, ну и слава Богу, ну и слава Богу. Значит, он может быть больше, чем я. И слава Богу, и хорошо быть с большим рядом, да? Зачем нам быть с маленькими рядом? Надо быть с большими, учиться с сильными, учиться с великими, да, самими становиться великими. Не бояться становиться великими, но оставаться в этой любви и кротости. Хорошо, давайте помолимся, пожалуйста, и высвободим это в нашу личную жизнь, в наши семьи, и высвободим в нашу церковь. Отец Небесный, мы благодарим сейчас Тебя, Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты открыл нам, Господь Бог, что Ты есть лоза, а мы ветви, и что мы дерево хорошее, мы этот виноград, Господь, который прекрасный, который приносит прекрасные плоды, Господь. И мы сейчас в вере высвобождаем, что мы приносим и будем приносить хорошие плоды вокруг себя. Мы принесем этот плод любви, мира, радости, веры. Мы принесем этот плод милосердия, долготерпения, кротости, воздержания. Мы принесем этот плод, Господь, в котором будет семя сокрыто, которое будет сеять веру в Христа Иисуса. И мы провозглашаем, что мы дерево хорошее, что мы, Господь, ветви плодоносящие на лозе Христе. И мы запрещаем Тебе, дьявол, лгать. Мы повелеваем всякому нечистому духу убраться от нас лично, от церкви, от наших семей, с наших путей. Ибо написано, покоритесь Богу, мы покоряемся Твоему Слову, Господь. И противостаньте дьяволу, мы противостоим Тебе, дьявол, нечистый дух, убирайся вон. И мы говорим, Господь Бог, мы Ты есть, Господь, лоза, а мы ветви плодоносящие. Мы благодарим Тебя за это Слово, которое Ты дал нам. Дай нам, Господь Бог, мы жить этим Словом. Господи, я прошу Тебя, дай нам, Господь, принести много плода, чтобы Ты, Отец Небесный, был прославлен в нашей жизни. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.